всем привет привет итак всем привет перед вами вводная часть нашего крутейшего курса совершенно эксклюзивного то есть систематизированы все твои знания которые ты собирала по всему миру по всем континентам все обшор кого собрала из всех все отжало что за много лет на самом деле это мой личный материал это не выборка из тренингов которая проходила это просто способ наблюдения потому что пока что мы конечно живем в каменном веке и большинство интересных наук недоученные недоизученные скажем так изучены науки первой необходимости там или те науки где появлялись свое время гении или какие-то сумасшедшие ученые вот и большинство социальных наук которые нужны нам на повседневные недоизученные это общение это сама презентация я бренда которые сейчас стали актуальны soft skill это все никак вообще никогда не пропагандировалась потому что нужны были абсолютно другие вещи до нужна была систематизированность человека и все что мы везде где мы тренировались в общем-то шло к тому чтобы быть человеком систематичным системы вот особенно это касается стран которые работают по спиральной динамике на синем уровне ну россия это синий уровень это система да вот и мы конечно же все сейчас выходим в онлайн и онлайн это история о том что там очень много людей разных разных уровней и вот чтобы выйти на самых осознанных образованных да на самую приятную аудиторию нужно ей соответствовать иначе они нас не опознают вот чтобы есть соответствует нужно понимать да на какие сигналы они реагируют слава богу у нас у всех тела прошиты павошкой ну то есть у нас есть программное обеспечение и она у всех одинаковое и если в толпе показать черный они скажут черный есть толпе показать белый белый и толпа всегда понимает что хорошо что плохо пока их в этом не переубедить то есть у нас первичные реакции они прописаны и очень часто у нас есть первичная реакция и потом мы начинаем ее заглушать окей но мы с вами работаем с первичной реакции то есть нам нужно научиться именно первичный импульс потому что дальше чтобы от него каким-то образом человеку уйти нужно много усилий и мы даем вот эту систему мастер ключей с точки зрения первичных первичных ключей первичных реакций которые мы можем вызвать в другом человеке мы с тобой рассматриваем макияж как часть системы до макияж это вообще не самое главное но макияж это мощный ключ потому что когда человек с тобой общается он смотрит тебе конечно на лицо да потому что чтобы понять хорошая у вас коммуникация с человеком или плохая вы считываете это из его эмоций то есть из физиогномики поэтому мы берем это как важный ключ но не основной да не единственный потому что их нужно все вместе обязательно делать в общем курс смотрите он очень сложный многогранный и наша такая вам рекомендация конечно его пересматривать потому что с первого раза тот объем информации который мы в него вместили понять принять совершенно невозможно поэтому нужно возвращаться обязательно будет занятие и в конце вы должны научиться складывать суммировать вот эти ключи вот эти сигналы которые мы отправляем через макияж через одежду я буду рассказывать о позах а жестах а вибрациях голоса все вот эти сумме ключи дадут мощнейший толчок вам для манипуляции аудитории если хотите но в данном случае мы же в курсе манипуляцию рассматриваем как положительное явление правильно мы рассматриваем манипуляцию манипуляцию как способ избегания ошибок потому что манипуляции это что это то что про нас думают другие люди манипуляция в этот момент означает только то что мы можем этим управлять это тоже самое что вот езда на автомобиле да то что ты умеешь водить машину не значит что ты манипулятор великий это говорит о том что ты просто умеешь манипулировать рулем таким образом чтобы все шло хорошо чтобы не было аварий до получать предсказуемый результат то же самое мы делаем с другими людьми чтобы они нас восприняли правильно мы просто учимся манипуляциям да то есть учимся обращаться с определенными инструментами ключами через которые мы получаем конечный ну скажем так конечное впечатление вот и все супер есть такая классная фраза который наверняка вы много же раз слушали что произвести первое впечатление второй раз очень сложно или практически невозможно и тут мы конечно что касается визуальной составляющей нашего образа говорим именно о первом впечатлении рада уже обратила на это внимание если вы сразу человеку не понравились вы должны будете затратить массу энергии усилий денег времени и не факт что это реализуется вы выйдете потом в плюс в отношениях с этим человеком поэтому будем учиться производить нужное именно вам впечатление таким образом получая предсказуемый результат при любом общении я в данном случае бросаю себя в жертву кладу на алтарь этого курса потому что большую часть курса я не накрашенная сижу вся извините меня в чуть-чуть подсохших прыщах и так далее а рада как всегда красивая но тренироваться будем на мне показывать как это работает я надеюсь что вы сможете визуальные изменения на моем лице эти сигналы которые я им отправляю вольные или невольно отследить через нашу картинку начнем первый урок у нас про тон лица и и мы сразу озвучим что мы делаем самую самую скажем так пробивную маску и по эмоциям эта маска которая вызывает доверие маска которая излучает здоровье это холёная схема макияжа как ты думаешь что такое понятие холёности ну это синоним наверное ближайшей ухоженность 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 подразумевает то что человек расслабленный много времени себе уделяет имеет деньги имеет интеллект для того чтобы понимать что красота внешние и внутренние друг друга могут подкреплять не то чтобы я знаешь я умная читая книжки поэтому могу себя зарасти прыщами и волосами потому что типа это что-то бренное мирское и в общем мне не близко и вот ухоженность я бы сказала наверное ухоженность ухоженность да всем очень нравится понятие ухоженности потому что во первых это выражение уважение к другим да что тебе хочется сделать им приятным когда человек красивый у других у зрителей на ощущение что ты это делаешь из уважения к ним до другим приятно да потому что как только ты появляешься немытая нечёсанная да вы ничего у всех сразу ощущение что ты им выказываешь не уважение пренебрежение когда пренебрежение то есть тебе уж и насрать что им как-то рядом с тобой принимайте меня таким какой есть и всех образованных людей это фраза раздражает потому что обычно когда девушка красивая то это больше удовольствие окружающим приносит также как дорогие духи ты их не чувствуешь а для окружающих это приятно и вот чтобы одним словом описать холеный макияж можно сказать что это не контрастный макияж да это такая степень когда ты вроде из уважения при приятно выглядишь но не настаиваешь на том что это офигенная классный эпицентр за счет того что ты не слишком контрастная да ключ контраста у нас это эпицентровость а все что мы решаем с помощью инструмента контрастности становится эпицентром будь то контрастной одежда будь-то контрастные брови контрастные губы контрастные волосы все контрастные элементы воспринимаются окружающими как перетягивание претензии до я это смотрите на меня и самое главное и вот сейчас у тебя и идеальная схемка не контрастные волосы не контрастная одежда и мы сделаем не контрастный макияж и это будет эталон холеного вида для холеного вида первое что нам нужно это очень расслабленная ухоженная здоровая кожа для этого нужно сделать скажем так самостоятельно тон потому что купить тон который делает здоровый вид невозможно почему вот смотрите когда покупаешь любой тон в составе никогда не будет ухаживающих средств и когда мы рассмотрим химию тона если его выложить то по факту это что это пигмент до пудра и какие-то растворители то есть что то что его делает ну разжижает вот когда мы его наносим на кожу что происходит все влажные компоненты они начинают на теплой коже подогреваться и испаряться и вот это всемирное заблуждение что увлажняющий крема в тот момент когда они исчезли они впитались вот они в этот момент уже испарились ничего не осталось да потому что влага с теплых предметов она испаряется вот и когда мы выкладываем тон он пластичный да за счет того что там что-то было пластификатор как только все влажные компоненты испаряться он начинает становиться ломким производители очень боятся хорошие пластификаторы добавлять потому что хороший пластификатор это масло все женщины мира боятся масел они думают что от этого проще закупорка и на ранняя смерть вот примерно так да и сейчас нам нужно научиться делать тон который будет пластифицировать твою кожу зачем учитывая что вы рассчитываете на всеобщее внимание знать что вы будете много говорить да мы сейчас рассматриваем с точки зрения фото видео макияж да это скажем так макияж который обязан быть пластифицированным иначе после всей мимики которую мы используем на нас появляется куча мелких морщин мелкие морщины сразу добавляют возраста да это а безжизненная история молодость антиухоженность подрезковшийся макияж это как раз говорит о том что что-то не доработано на уровне ощущений аудитории да и что такое молодость молодость это количество влаги в теле да если посмотреть на персик и сухофрукт разница в них только в количестве воды а нам нужно выглядеть как персик молодыми звонкими наполненными энергией да мы должны выглядеть как человек у которого есть что взять то есть дающий человек дающий человек это молодой энергичный для этого нам нужен пластифицированный тон чтобы никакие мелкие морщинки не сформировались от воздействия мимики причем я думаю что то о чем ты говоришь понятно каждой девочки кто нас сейчас смотрит потому что макияж который теряет свою свежесть и как раз врезается и подчеркивает даже микроскопические мимические морщинки с этим сталкивались абсолютно все накрасилась у визажиста или сама смотришь через два часа все не то а к вечеру там вообще страшно улыбаться да смотри что мы делаем нам нужен тональный крем тональный крем должен быть не водостойки если там написано 24 часа long stay или еще что-то что говорит о том что он не смываемый нескончаемый и вечный нам он не подойдет потому что его невозможно сделать пластичным его можно только со сцены в театре когда не видно там пиксел на глаз примерно так нам нужно масло и так вот у меня есть два варианта масла есть такое масло из магазина ну я думаю все разберутся где его взять и есть вот такое масло из аптеки первое никаких масел из аптеки мы не покупаем потому что там всегда врут состав я вот это масло тестировала также как и 30 других из аптеки ни одной из них не справилась со своей функцией это говорит о том что у них врут состав нечестный состав поэтому никакие бутылочки из аптеки не покупайте там фарма это сложная тема вот идете в косметический магазин или там онлайн магазин заказывайте себе косметическое масло масло должно быть прозрачным вот чтобы проверить насколько оно честно и чистое смотрим состав там не должно быть никакой химии ну то есть типа холодная холодный отжим того-то всего там и чтобы убедиться что она точно классно ставим его в холодильник на несколько часов если она помутнела значит это плохое масло масло должно быть прозрачным принято да если масло прозрачное она хорошо впитается в твою кожу и даст ей расслабление я сейчас не буду это все рассказывать науку я думаю все могут посмотреть даже по красивой коже и так что нам нужно я вот тут сцеживаю масло потому что у меня его настолько мало осталось дефицитный товар и так ты правша да все тогда давай левую ручку а спонжики нам больше не понадобится почему к сухая кожа так же мы к кожу рук тоже будем покрывать и так берем тон на видео кстати можно чуть-чуть поплотнее все-таки игры потому что часто камера видит больше чем глаз глаз человека да и нам нужно туда налить немножко масло на сухую кожу хотя бы одну капельку на нормальную кожу 2 капельки на сухую кожу 3 капельки 1 давай нам надо 2 все вертичный класс размешивая аккуратненько пальчиком и смотри спонжики кисточки мы забываем почему потому что кожа теплая и когда мы что-то на нее холодным инструментом наносим она это берет часто с излишком и чтобы излишка не было текстуры лучше теплым чем-то нанести косметику и лучше всего это сделать ручка так далее тон это самая сложная часть мы чуть-чуть застрянем надо найти на своей рабочей руке то есть у вас или правая или левая ведущая эти рабочие пальчики у меня вот эти два пальчика может вот эти два может вот эти три почему потому что поверхность покрытия тона должна быть не кончик одного пальчика 2 максимальное количество до перед нанесением тона кожа должна быть абсолютно чисто без кремов без масок без сывороток просто умылись просушились полотенчиком нам понадобится любая вода это может быть гидролат это может быть вода просто в пшикалки до термалка из аптеки все что угодно если вообще ничего просто чуть-чуть можно пальчиками смочить но так чтобы бровки и глазки не мокрые были просто пальчиками смочить кожу так закрывай глазки на счет ли будет холодно 1 2 3 чем более мокро у нас лицо на тот момент когда мы наносим тон тем лучше что мы делаем теперь ищем свои рабочие пальчики и очень очень быстро последовательными движениями начинаем запечатывать влагу в кожу это основа нашей нужно запечатать влагу вот когда вы впервые это сделаете сильно удивитесь что тон вообще не видно так все ты делаешь все сама сегодня так и краситься научишься заодно ну да сейчас проблема у всех с визажистами а я вообще все дело в эгоистических исключительно соображениях этот курс снимаю и действительно научусь красить себя так чтобы создавать нужную маску так надо добавить там уже ничего нету на пальчиках я же помню про деликатность быть переборщить до деликатность это наше все итак смотрите что у нас есть моторика на мы с вами крем прихлопываем к лицу нельзя ничего тереть нельзя растягивать кожу нельзя ее никак повреждать или смещать в таком случае она станет максимально гладкой аналогия очень простая представьте что вы постирали белую хлопковую рубашку она вся помялась к кожи вас и вам ее нужно разгладить если делать это просто утюгом или нажимом это не сработает потому что нужно еще влага то есть рубашку нужно распарить то же самое мы делаем с кожей кожа это тоже ткань и ее можно верхние веки ожидал действовать и все кожи можно точно также выглаживать разглаживать поэтому а чтобы она была максимально гладкая на финише ее нужно сначала немножко размочить то есть распарить и потом мы делаем движение которые не приводят к повреждению нашей ткани это перпендикулярная моторика так и носик носик кстати можно погладить он не растягивается да то есть все участки кожи которые способны растянуться лучше не гладить и не тереть я думаю можно не рассказывать о прелестях этого метода потому что это вполне очевидно но посмотри ну да почти итак смотрите что мы сделали первый слой тона мы с вами рассматриваем как уход сухая кожа три капельки может быть больше нормальная кожа две капельки масла жирная кожа одна капелька на жирную кожу тоже лучше использовать каплю иначе он тоже будет сохнуть из-за того что подложка жирная не знает что верхушка не потрескается вот первый слой мы рассматриваем как уход как подложку и теперь ты берешь и немножечко тона без масла про хлопаешь те места которые тебе хочется по цвету выровнять это обычно средняя часть лица можно нос укрепить под глазками вот давай в зеркальце посмотрим смотри вот здесь всегда сбоку глазика с края есть такой синячок который тянет глазик вниз и нечёк или краснечку да краснечок обязательно можно чуть под глазками проще всего сделать пару слоев тона нежели бесконечно сюда консилеры выкладывать потому что консилер часто отличается по цвету и по текстуре и по химии от вашего тона они могут немножечко друг друга проявлять да вот потом есть важное место это боковинки носа вот про вот этот бачок ноздри видите внутреннюю стену про нее все забывают и обычно когда мы плотно наносим тон все выглядит однородно и вот это место но чуть красненько и ощущение что у нас насморк и еще обязательно на фото и на видео нужно покрыть ушки потому что если вы разволнуетесь они покраснеют и выдадут ваше волнение и так да это мы делаем уже более плотным то есть ушки лучше плотным тоном покрыть носик тоже потому что носик часто краснеет когда мы общаемся двигаемся там тоже очень тонкая кожа и капилляры видны и ушки тоже более плотным тоном я реально все сама делаю друзья все только ради вас это очень удобно когда умеешь сама краситься мы с вами будем говорить о том вообще сейчас автономность да конечно уходит вот этот элемент я же начинала работать на классическом эфирном телевидении я вела прямой эфир 8 лет программу в прямом эфире она начинала в 7 утра это значит должен стать в 5 приехать там к без 15 6 на канал тебя красят чешут несколько человек обслуживают все это дело там ты надеваешь какую-то одежду и так далее мы сейчас живем совершенно другое время когда ты должен быть готов всегда и везде ко всему и например зависимость от светового дня мы будем про это говорить выходить в эфир когда из окна светит дневной классный свет чтобы ты мог сам все сделать до схема которую мы сейчас наносим первично она рассчитана на дневное освещение дневное освещение это лучший вариант освещения в мире никакой искусственный свет не даст такой красивой кожи и такой красивой картинки легкой доверительной мы идем по доверительной схеме то есть наша задача сейчас сделать максимально холеную картинку вызывать людей доверие да и не вызывать у них отторжение сопротивления поэтому мы снимаем урок при дневном освещении и дальше мы просто подсветим немножечко искусственным освещением чтобы вы знали как работать и при искусственном освещении тоже если есть такая необходимость но всегда старайтесь весь контент производить при дневном освещении абсолютно точно и мы вам потом покажем комнату хотя вы наверное все знаете уже квартиру рады оператор находится напротив нас в эркере прямо то есть на меня получается свет с трех сторон даже светит отсюда и отсюда максимально большое окно подойдет максимально большое окно и конечно подгадываем так чтобы это были не прямые лучи а такой рассеянный свет сегодня погода благоволит контроль качества произведи все супер пусть сейчас нам нужно дать время впитаться маслом что происходит масло которое мы добавили она начинает проваливаться верхний слой кожи расслабляя и разглаживая его а то он останется на поверхности но будет все таки более пластичен то есть он не будет заламываться пока он впитывается мы его ни в коем случае не пудрим сразу мы сейчас начнем делать следующий шаг и это будут румяшки кстати знаешь что мы не сказали а да про руки мы не сказали и мы не сказали про шею смотрите шея очень большая до по участку и еще у нас есть очень большой участок который видно на фото и на видео руки вот если вы присмотритесь руки и шея они между собой очень похожи а лицо всегда отличается опять гораздо проще лицо сделать чуть светлее чтобы попадать ближе в шею и руки обычно лицо чуть более загорелый или чуть более темная или чуть более розовенькая и мы взяли цвет light потому что он максимально был близок да скажем так вот шеймой да если посмотреть видно что на моей смуглой руке он высветляет и мы взяли светлый для того чтобы лицо наоборот немножечко облегчить я знаю что многие девчонки и кстати даже визажисты советуют как раз гримировать лицо а потом покрывать шею это действительно достаточно ущербная схема потому что если например на вас светлая одежда тем более белая дуба шею неудобно привлекательно это конечно неудобно потому что воротник моментально пачкается это опять же та самая неопрятность никакой холености полная противоположность получается ну да это неудобно мы еще шею покажем как подхитрить без вот этого тона на всю шею но сейчас у нас будет следующий этап по коже это руки да вот смотрите у нас осталось немножко тона и теперь понятно что цвет лица отличается от руки рука всегда и шея не более зелененькие настолько зеленых тонов вообще не производят мы взяли с вами самый-самый подходящий для европейца это люмине это вообще финляндия и они производят самые близкие тональные решения к но к европейцам у всех народов мира есть холодные под тонов кожи вот и еще видите ручки они у нас обычно такие немножко сухенькие никаких кремом их не спасти поэтому мыши что делаем мы берем вот этот остаток тона наливаем туда немножко маслица маслица можно побольше вот и теперь раскатываем по ручкам масло это самый лучший метод для того чтобы сделать уход за ручками почему потому что масло после того как вы ручки помоете не выйдет из кожи если вы пользуетесь увлажняющим кремом для рук то после первого ну мытья крем полностью сходит масло после первого мытья не выйдет поэтому будет дольше эффект вот обязательно нужно проработать кутикулу да если нужно можно добавить здесь не нужно много тона здесь можно остатки до остаток потому что иначе будет тоже слишком на скидки на руках выходные производства да но маслом очень круто кутикулу проработать потому что кутикула если сухая то это тоже минус наша задача чтобы мы выглядели увлажненными влага это самый мощный ключ который открывает ощущение молодости кстати я надеюсь что все из вас поняли магию нашего названия мастер ключей на придумали по ходу съемки потому что вообще-то курс он действительно про ключи про секреты про сигналы которые мы отправляем про манипуляцию в хорошем смысле то есть манипуляцию мы на этом курсе понимаем как получение предсказуемого результата взаимодействия со внешним миром и с аудиторией мастер ключей из матрицы радов кимоно в общем обыграем это еще и в графике надеюсь что вы оцените нашу идею которая так все же у марли ладо и закольцевал сама ирония 80 уровня мы молодцы так смотрим теперь прикладываем ручку да если у вас будет рука часто в кадре близко с лицом мы делаем следующий шаг уже сверху маслица когда ручка ухожена вы берете немножечко наносите на тыльную сторону это же аккуратненько но не раскатывай знаешь а так скорее уже чуть расхлопай вот аккуратненько там ну можешь раскатать если там маслица хорошо легло да главное что мы стараемся сильно кожу не растягивать не повреждать потому что будет большое количество мелких морщинок вот смотрите у меня видите рука она не была покрыта маслом и тон начал это все ломать а вот если вы маслица с тоном используете в паре то дает очень видите какая холеная мягкая влажная ручка вот она очень пластичная кожа пластичная и моя рука кажется старше потому что она сухая все он ближайшее время впитается и будет очень классно и и и и и и и Продолжение следует...